привет друзья моя тема как сдать на водительские права в америке путь был непростой я сдала на право только на третий раз дала тесты но я начну издалека потому что когда я приехала в америку вообще в моей жизни все складывается не просто когда мне говорят нет я говорю да иду шаг за шагом пока не получаю как у какого-либо результата также было и когда я приехала в сша то есть некоторые люди мне говорили не подавая на политическое убежище что ты вообще себе задумала тем более без адвоката но я приложила огромные усилия в результате ни одного дня здесь сша я не пребывала нелегально учитывая те законы которые принимает трамп его команда сейчас очень много депортаций они прежде всего следят за тем чтобы не было нарушения американского законодательства поэтому я очень довольна что я все-таки это сделала многие люди мне также говорили вообще о чем ты мечтаешь ты хочешь иметь хорошую работу ты не знаешь английского языка ты не умеешь водить машину и я говорила что я хочу работать на телевидении с меня смеялись тем не менее на сегодня я имею пусть с небольшой аудитории но у меня есть мой канал на youtube и мне очень нравится этим заниматься единственное что хронически не хватает времени поскольку идет волокита со всеми этими документами очень много всяких бытовых вопросов приходится решать в том числе и со страховкой мы очень много выездили очень много времени на это пошло и времени денег и к чему я все это веду к тому что нужно шаг за шагом что-то делать не останавливаться никому не верить верить только себе верить свой результат также получилось у меня и с тестами на вождение кто смотрел мои предыдущие видео то знают что даже теоретическую часть я не сдала за первым разом не сдала не не по своей вине потому что переводчица которую я нанимала оказалось что ее лицензию сняли поскольку она занималась какими-то неправовыми действиями было подозрение что она подсказывает своим клиентам на экзамене за определенную видимо сумму в результате мой теоретический экзамен за первым разом не ликвидировали для меня это был полный шок приходилось все заново учить приходилось искать нового переводчика я даже ездила к офицерам которые затеяли все это дело собираюсь даже подавать на суд пережила страшный стресс правило я заучила до такой степени что мне уже просто от них тошнило то же самое получилось и с практическим вождением дело в том что в америке несколько другая система всего этого обучения поскольку я не водила раньше я обязана была пройти автошколу автошкола как бы отчитывается что вот такой-то студент прошел часть лекции вот этот курс состоит всего лишь из 10 часов в Балтиморе мы нашли единственного русского говорящего инструктора кстати очень порядочный очень милый человек но за эти 10 часов невозможно физически вместить весь этот комплекс знаний скажем так и в этот курс входило всего лишь пять часов практического вождения на украине и в россии насколько я знаю все это немножко по-другому например в украине там учится три месяца это такие большие классы в европе там 30 часов входит в этот курс но и опять же время это 3-4 месяца у меня всего лишь было 10 часов теории и 5 часов практики все остальное как бы если тебе не хватает знаний ты можешь нанимать дополнительно за дополнительную плату инструктора он тебе будет показывать рассказывать естественно я тоже нанимала этого инструктора потом мой муж решил что все-таки это для меня дорого я не работаю мне там немножко подработки чем-то это такое вот на какие-то мелкие женские расходы всего лишь мой муж сказал что будет меня учиться я включил левый поворот подъезжаю что мы делаем самое основное правило при повороте налево на зеленый свет пропусти всех тех кто едет прямо или поворачивает направо вот я его пропустил он поворачивает направо и я повернул налево после него все теперь мы едем по этой дороге пока она нас не выглядит на 140 дорогу и стоим в этой полосе все ждем чего зеленый свет и стрелка зеленую стрелочку ждем что мы катались а сегодня возили светку черту на куличке у деревню под названием вестминстер и она там училась а ездить ну дай бог что может теперь у нас экзамен но пока мы возились вот со всеми этими документами смена статуса возможно я сделаю у меня в планах вообще у меня очень много есть видео которые я просто не успеваю монтировать и у меня также есть планы сделать материал как вообще как происходит смена статуса то есть я подавала на политическое убежище потом вышла замуж и естественно занималась и всеми этими документами я надеюсь что я сделаю это видео вот и пока мы со всем этим возились прошел год я конечно старалась убедить своего мужа что вот время-то поджимает а после сдачи теоретического экзамена я получила так называемый пермит это учебные права которым я имела право ездить только в сопровождении человека который имеет практику вождения то есть ему должно бы было бы быть больше двадцати одного года он должен был столько-то часов наездить в общем-то должен был быть со мной рядом такой вот профессионал все это конечно очень удречал а это во первых постоянно зависимость без машины в америке никуда даже поехать в магазине все это должно было согласовывается своим мужем с его графиком работы я должна была под него подстраиваться вот например у него есть какое-то окно и он не говорит цвета все поехали у меня сейчас времени мы бежим такой-то магазин я должна была все бросать все свои дела и как бы сделать то что необходимо во вторых это есть определенные комплексы конечно потому что ты не свободный человек я уже делала видео что здесь никто не не гуляет здесь все на машинах третий момент это конечно проблемы с поиском работы потому что у меня были варианты хорошей работы творческой или даже если бы это была какая-то грязная работа ну ну скажем так перебирать овощи в магазине в любом случае ты должен сам туда приехать и сам уехать потому что работа может быть до поздна а ходить ночью небезопасно без машины легко обходиться в больших городах их всего несколько пожалуй это нью-йорк возможно чикаго возможно вашингтон это центральной части города где есть хороший общественный транспорт к сожалению мы такого сообщения не имеем есть даже такая мысль что специально происходит такое лоббирование машиностроительного бизнеса на государственном уровне и поэтому так плохо в общем-то разве общественный транспорт в регионах скажем так я знаю даже в лос-анджелесе без машины обойтись невозможно ну и все это накладывает определенные как бы восприятие другая сложность и я сейчас начиная со сложности все-таки потом перейду на какую-то позитивную такую часть другая сложность состояла в том что в мэриленде в принципе невозможно сдать на права на русском языке обязательно нужно нанимать переводчика сложность состоит в том что конечно это опять же время и деньги переводчик занимается не только переводами они также где-то там подрабатывают допустим переводчивица которую я нашла уже вторая переводчица она еще работала в больнице она еще занималась преподавала русский язык детям то есть нужно вложиться еще в ее график здесь своей части как бы где я проживаю переводчика в русских я не нашла они живут как правило далеко то есть опять же это потеря времени и если бы я хотела сдавать например у меня 20 минут поездки от моего envy это по-украински гаи по-русски да и то есть держ автоинспекция по украински гос автоинспекция по-русски здесь это называется мвей то есть я не могла например поблизости сдавать экзамен я должна была потратить на работу на на поездку в это мвей большую часть времени я добиралась где-то час но выезжал за полтора часа учитывая возможные как бы пробки на дороге опять же переводчику нужно платить и услуги стоят в среднем 100 долларов за визит да вот например переводчик назначает визит в мвей согласовывает со своим графиком и вот одна поездка это стоит 100 долларов чтобы еще возвратиться в прошлое да как я ездила в эту автошколу автошкола находилась в Балтиморе около часа приходилось добираться занятия были вечером иногда до ночи пока мой муж до пол девятого заканчивал свои занятия до пол десятого я должна была где-то его ждать это кстати было не в безопасном районе то есть просто так ходить гулять по улицам на каблучках было невозможно нужно было либо где-то перебежать в магазин и там могут ждать чаще всего я ждала просто на лестнице на бетоне сидела что-то там себе или учила английский что-то слушала в общем опять же это было напряжно это все было зима осень и вот этот вот холодный период короткий день длинная ночь да это было неприятно скажем так опять же автошкола здесь это как бы своеобразный бизнес понимаете это не так что вот я думала что я приду такой большой зал там на каблучках накрашены сидят вот люди которые тоже пришли учиться авто мастерству но нет это была маленькая комнатка там было несколько людей нужно сказать что эти люди в отличие от меня были в общем-то замучены потому что они приходили учиться после работы мальчики которые работали официантами в ресторане это были свежие эмигранты девочки которые работали в русских магазинах для них конечно это был ну я считаю я на тот момент не работала это конечно люди вообще большой силы воли я бы сказала я на них смотрела и это меня в какой-то степени тоже вдохновляло что вот у меня все-таки лучшая ситуация чем у этих людей которые вынуждены еще себе зарабатывать на жизнь итак я перехожу непосредственно как я задавала на практическое уже вождение надеюсь что эти советы будут полезны новым иммигрантам которые возможно оказались в штате мэри лэнд возможно и другим людям и сейчас я постараюсь дать некоторые подсказки как нужно действовать как нужно не отчаиваться и все-таки шаг за шагом достигать свои цели так я сразу хочу показать вот этот вот сайт эта запись от пятнадцатого года нужно просто найти на youtube свою ариусу свой участок где вы там живете вот и таким образом изучить маршрут здесь вот я не умею к сожалению пользоваться программой нужно просто засесть и иметь на это время программой записи с экрана поэтому записываю с телефона вот здесь вот есть настройки вот есть скорость вы просто включаете минимальную скорость и начинается трансляция за время это вы успеете записать все знаки и в принципе изучить маршрут если несколько раз просмотрите вот я сейчас покажу сначала эту обочину куда я влетела выключая звук чтобы он не мешал сейчас машина развернется и вы увидите эту широкую обочину это была моя первая ошибка так делаю стоп вот вот это и это обочина я поехала по вот этой линии вперед и где-то там на каком-то из перекрестка кого меня просто инструктор завернула я даже не успела проехать весь маршрут а это я показываю свою вторую ошибку это въезд уже когда я прошла весь маршрут это был второй тест вот я въезжаю в мбей вот видите эту полосу здесь слева желтая двойная сейчас она покажется стоп я делаю стоп значит я подумала что здесь какие-то гаражи и вообще какая-то другая часть может быть даже не знаю там спальный какой-то район видите желтая двойная обрисована нечетко я въехала с этой стороны вот так вот здесь проехала и меня инструктор завернул и спросил меня или я пони поняла свою ошибку на тот момент я ничего не понимала пока не просмотрела весь этот маршрут пока не проехала с мужем нужно было заезжать вот по этой линии вот он ест